Девушки отдыхают Но я думаю, что, конечно, если говорить честно, то никто не хочет быть глупым, каждый хочет быть мудрым человеком. Тогда давайте откроем послание апостола Павла к Ефесской церкви, пятую главу. Здесь апостол показывает, как же мы можем быть мудрыми людьми, то есть какие качества необходимы для мудрого человека. Итак, Ефесинам, пятая глава, пятнадцатый стих. Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые. Апостол говорит, что мы должны поступать осторожно. Вот есть люди, которые очень осторожные люди. Есть же такие люди, осторожные. Вот есть люди неосторожные. Вот, например, вот в первый раз заходишь на сцену, и ты же не знаешь, может быть, тут плохой, может, день там доска прогнила. И ты начинаешь осторожно поступать. Или вот садишься куда-нибудь на стул, ты же не знаешь там, что за стол. Надо так осторожно, потрогал, нормально ли, все, можно сесть, такой осторожно. Человек неосторожный, он садится и не смотрит. Вступает и не глядит. Ну, иногда повезет, иногда не повезет. Мудрый человек поступает осторожно. О какой осторожности здесь говорит апостол? Ну, не о том, что мы должны проверять каждое место, каждую доску. Смотрите, 16 стих. Поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем. Потому что дни лукавы. Вы когда-нибудь оказывались в обществе хитрых людей? Вот, ну, такие хитрые. Хитрые люди. Я, слава богу, не часто, но бывали несколько у меня таких эпизодов хитрые люди. Один раз, помню, давным-давно было, когда в купе ехал, и смотрю, такие хитрые люди сидят. Там что-то в карты играют, предлагают тебе, все. Как только их видишь, сразу же так, кошелек поглубже, даже не то, что в карман, а еще глубже даже куда-то прячешь, как-то так проверяешь все, так что у меня так, вот, сразу же. Потому что ты знаешь, что это люди хитрые. То есть с хитрыми нужно быть на чеку, да? Так вот, смотрите, апостол как бы сравнивает. Мы с вами все, придя на эту землю, оказываемся в обществе хитрецов. Таких лукавых людей, себе такие на уме. Но это даже не люди, это дни. Дни очень-очень хитрые. И они так окружили нас и думают, а как бы его обмануть? Как бы его обмануть? Смотрят на нас. Поэтому апостол говорит, дорогие, вы оказались в обществе хитрецов, лукавых, поэтому вы должны быть осторожны, поступая не как неразумные, но как мудрые, поэтому вы должны дорожить временем, то есть правильно относиться ко времени. Что же значит дорожить временем? То есть вроде бы выражение красивое «дорожи временем», но ведь согласитесь, каждый в это вкладывает свой смысл. Что же Бог вкладывает? Я вам скажу честно, я довольно много этот стих изучал, читал и даже проповедовал ни раз и ни два в церкви именно на это место Писания. Но не так давно, когда я читал это место Писания, Бог вдруг напомнил мне несколько стихов из книги «Экклезиаста». И я вдруг увидел четкую связь между «Экклезиастом» и вот этим предостережением апостола Павла дорожить временем. Давайте откроем третью главу «Экклезиаста». И вот здесь, смотрите, с первого стиха знаменитые слова. Эти слова знают даже те, кто Библию никогда не читал. «Всему свое время» — первый стих. «И время всякой вещи под небом. Время рождаться и время умирать. Время насаждать и время вырывать посаженное, да? Собирать плоды. Здесь «Экклезиаст» не добавил, но я скажу, время десятину с урожая приносить в церковь тоже. Время убивать. Сегодня Олег говорил про военные кризисы. Время врачевать. Время разрушать. Время строить. Время плакать. Время смеяться. Время сетовать. Время плясать. Время разбрасывать камни. Время собирать камни. Время обнимать. И время уклоняться от объятий. Время искать и время терять. Время сберегать и время бросать. Время разбирать и время сшивать. Время молчать и время говорить. Время любить и время ненавидеть. Время войне и время миру. Знаменитые слова, да? Всякой вещи свое время. Своё время под солнцем, да? Всему свое время. И сразу возникает такой вроде бы вывод напрашивается, наверняка быть мудрым в отношении со временем это знать, какое же сейчас время, то есть что сейчас делать, чтобы когда время собирать ты не разбрасывал, когда время любить ты не ненавидел, когда время обнимать ты не уклонялся от объятий. То есть вот мудрость как бы это знать всему свое время. Если бы это было так просто, нам не нужна была бы Библия. Да в принципе нам и Бог не так сильно и нужен бы был, потому что чтобы как-то стараться знать время, ну это зависит от многих там вещей, от образования, от мудрости, от интуиции и прочего, прочего, прочего. Но здесь смотрите, экклезиаста на этом не заканчивает. Девятый стих. Что пользы работающему от того, над чем он трудится? Вот кто из вас работает? У кого есть работа? А у кого нет работы? Никто? У всех работа есть? А пенсионеры есть? Не работаете? А, на пенсии? Ну я понимаю, в России пенсионеры все работают. У нас на пенсию трудно прожить. Хорошо. Так вот, дорогие работающие, практически здесь 90 с лишним процентов. Какая вообще польза? Зачем? Зачем вы работаете? Завтра утром же надо, ну, многим встать рано, правда же? Зачем? Спал бы? С семьей бы побыл? Кто тебя завтра гонит с утра? Какая польза-то? Я понимаю, вопрос-то смешной. В смысле, какая польза? Ну, я бы, конечно, не ходил на работу, надо же кушать надо. Надо что-то покупать. Надо же одеваться. Какую-то одежду, еду. Много чего. Поэтому приходится работать. Польза очень практическая, хочется нам сказать. Экклезиасту. Но Экклезиаст, ведь он же не то, что он так. Какая польза? Чего это вы работаете? Лучше бы не работали. Да мы все понимаем, что, может, лучше бы не работали, но приходится. И вот тут, смотрите, он говорит, 10 стих. Видел я эту работу, которую дал Бог сынам человеческим, чтобы они упражнялись в том. Видел я. Еще раз прочитаю. Видел я эту заботу, которую дал Бог сынам человеческим, чтобы они упражнялись в том. Он, видите, от работы переходит к заботе. И вот 11 стих. Вот к чему я все подвожу и думаю, что Экклезиаст тоже подводит. Все соделал он прекрасным в свое время. Он Бог. И вложил мир в сердце их. Хотя человек не может постигнуть дел, которые Бог делает от начала до конца. Не так давно я читал эту главу и сравнивал с греческим текстом в Септуагинте и с еврейским текстом в Масаретском списке. И я с удивлением обнаружил, что вот в эти слова и вложил мир в сердце их. Здесь в греческом тексте Ветхого Завета в Септуагинте стоит такое слово – айон. И айон означает вечность. Скажите, почему же у нас мир? Есть еще у айона такое значение – вселенная. То есть мир в значении вселенной. Но чаще всего это слово употребляется в значении вечность. Если мы посмотрим на масаретский текст, еврейский текст, здесь такое слово – алам. Алам однозначно значит вечность. Вечность. То есть если мы с вами будем читать дословно, здесь говорится – Бог садил все прекрасным и вложил вечность в сердца их. Смотрите, насколько интересно. В начале Экклезиас говорит всему свое время. Время одному, время другому, время разбрасывать, время собирать, время любить, время ненавидеть, время миру, время войне. Это такая забота, которую Господь вложил в сынов человеческих. И дальше в 11 стихе он говорит, что Бог, сотворивший все прекрасным, вложил в наши сердца вечность. Я помню, когда в детстве очень любил читать сказки Ганса Христиана Андерсона. И, наверное, в одной из самых знаменитых его сказок «Снежная королева». Я помню, очень меня удивил конец этой сказки, потому что, когда девочка Герда, в конце концов, нашла Кая, и он там сидел в замке, и из льдинок выкладывал слова. Чаще всего в русских переводах, причем там даже особо ничего не… просто что-то из льдинок складывал. Но сейчас, когда выходят уже такие сказки Андерсона, уже вместе с такими местами, которые в советских переводах были пропущены, потому что у Андерсона много христианских вещей в сказках. Так вот там Кай не просто складывал льдинок слова, там написано, он складывал слово «вечность». И когда Герда говорит, что ты делаешь, он говорит, мне «Снежная королева» сказала, если я сложу слово «вечность», то я стану господином в жизни, и она подарит мне весь свет. Когда, вы знаете, когда мы думаем о вечности, вы знаете, есть такие понятия «вечность». Ну, «вечность». Обычно в нашей бытовой повседневной жизни это слово-то мы почти никогда не употребляем. Вечность. Я специально открыл словари русского языка, и вот посмотрите, посмотрел значение слова «вечность». вот словарь Ушакова говорит так вот, определяет так, «вечность» — это время, не имеющее ни начала, ни конца. Время, не имеющее ни начала, ни конца. То есть из необозримого прошлого в необозримое будущее словно такая река течет. В словаре Ожегова, в словаре русского языка Ожегова, «вечность» так определяется. Очень долгое время. Бесконечность. Тоже в чем-то похоже. Очень долгое. Бесконечность. А вот в словаре Ефремова здесь еще есть такое значение. Послушайте, «вечность», «вневременность», «независимость» от времени. Это не просто долго-долго-долго-долго. Это не просто время из необозримого прошлого в необозримое будущее. Ушаков говорит, «вечность» — это что-то вне времени. То есть что-то, существующее, независимо от времени. И тут наш разум, я думаю, почему вот это значение, оно далеко не у всех. Потому что словари даны для того, чтобы мы что-то поняли. Чтобы мы в нашем разуме что-то могли для себя определить. Но когда мы сталкиваемся с таким понятием «что-то вне времени», и ты начинаешь об этом думать, и вот что-то, понимаете, мы когда-то родились, когда-то умерли, когда-то умрем, умерли. Когда-то мы родились, когда-то мы умрем. У нас что-то было, когда-то мы женились, в школу когда-то пошли, в институт когда-то закончили. Все, что у нас есть в нашей жизни, все так или иначе связано со временем. И когда мы слышим что-то, независимое от времени, то мы понимаем, а что это? Когда мы с этим встречались? Что-то вне времени существующее. Когда мы с вами с этим встречались? Когда начинаешь думать о безграничности, да, вот безграничность, когда вот думаешь, безграничность вселенной, как говорили, да, когда-то, безграничность. Начинаешь думать безграни... Ну как это безграничность? Вот как это безграничность? Ну где-то же должна быть какая-то стена. А за ней тоже что-то должно быть. Если есть стена, у нее с другой стороны что-то есть? Или представить себе колодец, у которого нет дна. Ну как его представить? Что ты летишь, 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 одна нет. То есть ты как бы так высказать это можешь, но представить ты себе, как это возможно? Как это возможно? Что такое вечность? Я думаю, Писание нам очень четко показывает вообще значение слова «вечность». Хотя, конечно, в Библии нет такого определения. Библия — это не словарь. Но вот если мы с вами посмотрим, Бодие, 21 глава, 33 стих. 21 глава, 33 стих. «И насадил Авраам при Версавии рощу и призвал там имя Господа Бога Вечного». Слово Божье показывает, что вечность — это неотъемлемое качество нашего Господа. Бог Вечный. Еще смотрите место Исаии, пророк Исаии, 9 глава, 6 стих. Знаменитые слова, которые мы часто читаем на Рождество. «Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его, и нарекут ему имя. Чудный советник. Бог — крепкий Отец Вечности, князь мира». И опять, когда говорится о Боге, говорится об Отце Вечности. Еще одно место в этой же книге, книге пророка Исаии, 40 глава, 28 стих. «Разве ты не знаешь? Разве ты не слышал, что вечный Господь Бог, сотворивший концы земли, не утомляется и не изнемогает? Разум Его неисследим». И опять говорится о Боге Вечном. То есть мы с вами веруем в Бога Вечного. Господь и Вечность неразделимы. Поэтому, вы знаете, очень часто, когда мы сталкиваемся в Библии со словом «вечный», иногда непонятно, потому что слово «вечный», если мы берем это долго-долго-долго или бесконечно долго, со смыслом не увязывается. Например, Библия говорит, что Бог заключил завет вечный, да? Земной вечный завет. В то же самое время мы же понимаем, однажды история земли-то закончится. Что значит завет вечный на земле, если земли однажды не будет? Как это понять? Понять только по одному можно. Здесь вечный в значении, связанный с Богом. Завет вечный, завет от Бога, завет с Богом. Точно так же Бог сказал Израилю, «Ах, Анаани, во владение вечное я дал вам». Думаешь, как так во владение вечное? Но даже, что мы понимаем, это закончится с историей земли. Какое вечное владение? Тут только в одном смысле. Владение, которое пришло от Бога. Вечный очень часто в Слове Божьем он заменяет значение Божий, вечный, Божий, потому что наш Бог, Бог вечный. Он, как сказано в псалмах, от века и до века. И вот вы знаете, сколько на земле всевозможных религий, сколько представлений о Боге, сколько споров, какой Бог. Почему? Да потому что, когда ты думаешь о Боге вечном, ты теряешься. Это не укладывается в твоем разуме, это не укладывается в твоих пониманиях. И намного проще своим разумом придумать себе какого-то Бога. У одних злой, у других добрый. Вот какого-то Бога придумать и верить в этого Бога. И как-то проще. Потому что, если ты думаешь о Боге вечном, в смысле? В смысле? Мы говорили, что в этом году у нас наши библейские курсы не будут похожи на предыдущие. В чем? Я вам скажу одну непохожесть. Я вот все годы в библейской школе преподавал такую тему, называется «Библейская картина о Боге». И сейчас, когда я думаю о том, как мы в этом году будем ее преподавать, я отлично понимаю, да, можно взять там места из Библии и разложить, что Библия так или иначе говорит о Боге. Бог есть Дух, Бог есть Свет, Бог есть Любовь. И это, в принципе, вкладывается в наш разум. Мы можем это представить. Но говорит ли это о том, что ты уже имеешь совершенную картину о Боге? Да нет. Потому что Бог ни в какие наши разумные рамки не вмещается. Он больше всего. Если Он больше всего, как? Как? Как Его представить? Как Его пережить? Если мы сорваним, можно мне стакан? Вот посмотрите, вот наш разум, как некий сосуд и кувшин. И сядь рядом. С женой потом сядешь. Вот представьте себе, Бог — это бесконечная река, бесконечная жизнь. Вечный Он. Наш разум это какой-то определенный сосуд. Мы, конечно, когда учимся, получаем образование, мы расширяем границы. Но все равно стенки есть. Иногда приходишь на экзаменах, сильно чувствуешь стенки. Уже чувствуешь, что тебя спрашивают то, что уже там за стенками твоего сосуда, и ты начинаешь паниковать. Поэтому стараешься перед экзаменом как можно больше расширить свой стаканчик. Думаешь, ничего, потом сожму. Вот. Но есть ограничения. Есть ограничения. Причем вот этот стакан у всех разный. Бывает, сталкиваешься с такими людьми и смотришь, у него такой стакан там огромный. Переживали? Что даже с такими людьми, ну, ты понимаешь, шибко умный. Но даже шибко умный имеет свои границы. А бывает, встречаешь другого человека, смотришь, у него там вообще такая рюмочка. С такими комфортно. Душа, дурачок, ничего не знает. То есть, ну, любой, любой разум все равно он является определенным сосудом. И вот у каждого из нас. Вот. Есть вот тут что-то такое. Вот. И мы пытаемся нашим разумом, нашим мышлением как бы осознать. Ну, кто там большой такой цинстерной, кто маленьким стаканчиком. Ну, со своим сосудом пришли и вот мы, смотри, а Бог, он бесконечный Бог. Это не графин. Это бесконечный Бог. Он вечный Бог. И вот, смотри, начинается наполняться, наполняться. Смотри, о, я уже там о Боге узнаю, там еще он свет, он любовь, он не изнемогает. То есть, ты так бы познаешь, познаешь. И вот, вроде бы, доходишь, что ты наполнился знанием. Вот, наполнился. И дальше ты продолжаешь что-то узнавать, слушать, но уже все начинает бежать сквозь. Уже, ну, сосуд заполнен и дальше, вроде бы, слушаешь, но нового как-то мало получаешь, потому что наступил предел. Для многих вот именно вот это состояние является кризисом веры. Они приходят со своим знанием. У многих людей довольно большие пробелы в сфере веры, в сфере христианства. И здесь каким-то образом ты начинаешь наполняться знанием. И вдруг наступает момент, как будто ты все узнал. И у тебя создается иллюзия, что все, что можно было знать о Боге, ты уже понял. Ты же не понимаешь, что ты просто наполнил свой сосудик. Но тебе кажется, что все. И возникает такое чувство, ты продолжаешь ходить в церковь, а нового здесь не получаешь. Переживали подобные вещи? Ну, наполнился уже. И ты сидишь и думаешь, ну, как-то вот я вроде что-то узнал, а дальше то-то, да потому-то, да потому-то, вот с разных концов вроде бы уже об этом говорили, ну, тут как бы еще какие-то стихи из Библии. И ты сидишь и если человек не получает для себя ничего нового, он начинает скучать. Вроде бы все знал, все исследовал, побыл на разных конференциях, библейские курсы закончил, ну, наполнился уже. И дальше вроде что-то льется, но больше не становится. А когда больше не становится, когда мы скучаем, то уже как-то, знаешь, и что ходить в церковь и пропускать. Некоторые у нас в церкви не один раз библейские курсы заполнили. Вроде бы и пойти можно, но что я нового-то узнаю? Заполнен? И таким образом человек переключается на другие сферы и считая, что в сфере веры, в сфере христианства он уже все, что можно было понять, понял. И действительно, все, что он мог усвоить своим разумом, этот человек усвоил. Но посмотрите, Экклезиас пишет, что Бог в нашем сердце вложил вечность. То есть, что-то, не имеющее границ. Псалмопевец говорит о том же самом, просто несколько другими словами. он говорит, бездна, бездну призывает. Помните? Бог вечный. Бог – это бездна, то есть то, что пределов не имеет. И когда Бог создал нас, Он создал ограниченное тело, имеющее свои границы, физические границы, пространственные границы. Он создал душу, чувства, эмоции, разум, имеющие свои границы. Разум имеет границы, эмоции имеют границы. Я на прошлой неделе, у нас же проходил лагерь молодежный. Я как раз был там, и мы проводили собрание. Я помню, я приехал, у них там такая жизнь, там музыка все время, какие-то мероприятия. Я приехал, должен был собрание проводить, а там у них были концерты, и несколько групп христианских уже выступило. И я помню, зашел в палатку, на берегу у нас водохранилище находится, зашел в палатку, и я понял четко, что сегодня вечером никакого собрания проводить не нужно. Я перенес его на следующий день. Почему? Потому что бывает такое состояние, когда уже ты не плакать, не радоваться уже не можешь. Ну, наполни. То есть вот все твои ресурсы души исчерпаны. Они уже вот в таком состоянии. Конечно, их можно посадить на стул, они будут сидеть и слушать твою проповедь, но уже ничего не могут воспринимать. Понимаете, да, о чем я говорю? То есть все это ограничено. Бог нас создал такими, с ограниченным телом, с ограниченной душой, с ограниченными эмоциями, эмоциональным ресурсом, с ограниченным разумом. Но внутрь нас, в наше сердце, Бог вложил нечто безграничное. Бог вложил вечность. И если мы приходим в церковь только с умственным постижением, однажды у каждого из нас, у кого-то раньше, у кого-то позже, наступает предел, и нам становится неинтересно. Одни перестают ходить в церковь, другие продолжают, но чисто формально, то, что мы называем религией. И возникает вопрос, что неужели это все, как я вот изучаю историю, изучаю химию, физику, математику, точно так же вот я христианство изучил, и то, что я чувствую, Бог хочет сказать каждому во время этих последних месяцев наших собраний. Дорогие, Бог вложил в нас что-то, что не имеет на бездна, внутренняя наша. То, что Библия называет вечность, Бог вложил это в нас. Иисус назвал это же самое другими словами. Он сказал, Царство Божье внутри вас есть. Царство, то есть это пространство, не какая-то вещь, некое пространство. Царство Божье, Царство Небесное, Божественное пространство. Бог заложил в нас. И Он не просто заложил в нас, вот заложил нас, заложил. И мы живем с этим, и в принципе никогда этим можем и не пользоваться. Как помню, мне Максим Максимов в свое время рассказывал, как он очень много летал, и одна из авиакомпаний дали ему такую карту, что там столько полетов, там такая карта, что ты можешь бесплатно ходить в всякие VIP-залы и прочее, прочее, прочее. А у него была эта карта, а он не знал всех привилегий. И однажды ему в одном аэропорту, там была долгая пересадка, много-много часов ночью. И он мучился, он сидел в зале, а там вот эти вот спинки, и хочется прилечь много часов, хочется спать, а спать невозможно. То одна спинка упирается, то другая спинка упирается. И когда он пошел уже на посадку, промучившись в аэропорту, то его работница аэропорта, который регистрирует, говорит, что у вас такой вид измученный, что не спали что ли? Он говорит, да как у вас в аэропорту поспишь? Он даже такие спинки сделали, что их не убрать, так бы можно было убрать. Он говорит, так у вас же платиновая карта. Он говорит, так у нас же VIP-зал, там кровати, там диваны, там вы можете идти, ложиться и спать. И он говорит, обидно-то было, не то, что где-то есть такое хорошее, а что я мог туда свободно пойти, я просто об этом не знал. И точно так же Бог все-то вложил в нас вечное. А мы часто об этом даже не знаем, даже ходим в церковь, об этом не знаем. То есть, конечно, теоретически-то мы знаем, умом своим, но никогда это не используем в своей жизни. И наступает такое состояние предела присыщенности, скучности, и ты уже ходишь в церковь, и уже как-то вот, ну, орденада. Ну, больше как бы ради того, чтобы в ад не попасть. А вот про какие-то там наслаждения Господом, это для тебя какие-то сказки. Думаешь, ну, может, есть какие-то романтики. Мне один сказал, ой, говорит, пастор, ты в последнее время такой романтичный стал. Все о небе, да о небе. Моя жена знает, я очень прагматичный человек. Просто что-то изменилось в жизни, вы понимаете? Бог вложил это в нас. И это что-то такое. Вот, можно, Богдан, листок бумаги какой-нибудь, дай мне, там лежит. Вот. Если мы сравним со стаканом, у стакана есть дно, есть ограничения. Если мы сравним вот с вечностью, которую Бог заражил внутри нас, это что-то вечное, то есть без границ, без дна. И вот без дна наш дух, имеющий вечную природу, бездну призывает великого Бога голосом водопадов своих. И когда мы призываем, тогда словно, вы знаете, вода жизни, она начинает литься, и литься, и литься, но дна нет, это невозможно наполнить. А потом затрем, что-то прям все сразу. Пускай живая вода течет по церкви. И поэтому ты всегда остаешься, вот вроде бы наполняешься, 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 а остаешься, знаете, каким? Нищим духом. Смотришь, а что я получил? Общаешься с Господом. Мы же как привыкли, мы ограничены. Отучился, багаж знаний, заработал, багаж продуктов, с Богом общаешься, а никакого багажа нет, остаешься нищий духом. Но в этом есть жизнь, когда ты соединяешься с Ним, ты сливаешься с Ним, и его живая вода течет, и течет, и течет через тебя. И ты вот в этом состоянии чувствуешь вот это необыкновенное единение с царем царей и Господом господствующих. И причем, сколько бы я об этом не говорил, сколько бы я это не рассказывал, рассказывал. Ну, разумом это нужно представить. Ой, некоторые говорят, спасибо, пастор, ты нам это все рассказываешь на таких примерах, чтобы уму было понятно. Но из-за того, что твоему уму стало понятно, это еще не значит, что твой дух наполнился и насытился. То, что я говорю, оно вообще касается ни ума, и ни слов. Это лишь некое вдохновение для того, что по-настоящему до конца словами выразить невозможно. Бездна бездну призывает. И жизнь приходит, жизнь. Поэтому в духовной жизни мало имеет значения образование. Не случайно Иисус сказал, будьте как дети, потому что порой наше образование, оно мешает вот этой вечности внутри нас соединиться с Богом. Мы часто вот эту вечность пытаемся везде заменить своим умом. И наступает ситуация, о которой писал классик «Горе от ума». Как горе от ума? Что ум не от Бога, от дьявола? Да нет, от Бога. Ум от Бога. Проблема, когда ты все заменяешь своим умом. Есть же такие вещи, о которых, знаешь, там мысли мешают. Вот представь себе, вот знакомишься, ты не женатый, знакомишься с девушкой, и вы хотите соединиться, и вот у вас этот романтичный период, поцелуи идут, да? Вот можно так вот, целуешься со своей будущей женой, а в голове думаешь, так, интересно, а будем ли мы завтра целоваться с ней, а интересно, дома у меня, я вот потом домой пойду, в холодильнике пусто, может, в магазин надо зайти? Это нельзя. То есть, если ты так будешь думать, то уже, считай, поцелуй закончен. В чем наслаждение? Ты целуешься, и у тебя в голове, то есть ничего. Правильно же, да? Почему и говорят, что любовь что делает? Оглупляет. Ну, говорят так, да? Глупый от любви. И на самом-то деле, это правда, не потому что ты оглуплен, потому что просто ум отключается, он понимает, а что думать? Ну, что этого думать? Ты сейчас думаешь, так, вот, а в чем это и наслаждение? Губы, вот это, в принципе, мясо обтянутой кожей, соединяются с другим мясом, а там, и мы вот, если ты начнешь, вот это как-то, и это все вправда, но это правда в голове, и тут она неуместна, то есть ты можешь это делать, но уже поцелуй закончится, радость закончится, будет какой-то физиологический процесс, правда же? Просто будет какая-то, какая-то физиология. Так вот, драгоценная Библия говорит, что Бог есть любовь, отношение с Ним, это отношение любви. И тут часто наши знания, даже теологические, могут нам в чем-то помешать. Я помню, у меня в свое время, вы знаете, вот не нужно переоценивать образование, в том числе библейское образование. Я помню, когда вот сегодня вспоминал, что мы учились, Олег вспоминал, что мы учились в Упселе, я помню, у нас одна из темы была молитва, и мы изучили там сколько-то, что-то 13 видов и 9 родов молитв. Вот очень много там, какой-то вид молитвы, какой-то род молитвы, тогда очень важно, что молиться, и надо знать, каким видом, каким родом ты молишься. И вот вы знаете, я как это узнал, так для меня радость общения с Богом закончилась. Потому что я, когда начинал молиться, я такой, опа, 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 так, а что сейчас совершается? Я что, так просто общаюсь с Богом? Нет, так это, это детский сад, надо же, так, сейчас, вид номер 2, род номер 4. Вот, вот, включаюсь. И начинаю. Это такое чувство, что ты работаешь на компьютере, вот так включил рычаг там, там, нажал, что-то такое, все, 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 все настроил, заработало. И начинаешь говорить, так, у меня сейчас так, ходатайство за страну, так, это номер 3, у меня молитва, во время этого это можно, это нельзя. И вот начинается, и у меня радость ушла. Я, вместо того, чтобы общаться с Богом, у меня возникали в голове схемы, я старался следовать эти схемы, переключать, этим схемам следовать. Следовать. Пока однажды я вдруг не осознал, что, Господи, как же это молиться, это неинтересно. И тут я понял, а тебе почему раньше было интересно, а сейчас тебе стало неинтересно. Потому что ты сейчас стал молиться своим умом, а наш ум, как мы говорили, каким бы он ни был благословенным, он ограничен. И все, что можно сделать в отношении ума, оно имеет границы. А вот та вечность, она остается словно как бы в стороне. Я помню, когда до меня это дошло, думаю, Господи, вот хочу просто как ребенок. Вот мой, когда сынишка прибегает ко мне, вот он только начинает сейчас говорить, слова формулировать, да, вот он прибегает, он вообще даже, он даже не сильно задумывается, понимаю я его или не понимаю. Когда дети только начинают говорить, у них слов много, но ты понимаешь очень мало, да? Но ему так, он такой, ой, папа, ой, 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 и такой рассказывает. Я ничего понять не могу, но начинаю смеяться, говорю, ой, что-то веселое, наверное, ты увидел. И вот. И он общается, так все, сказал и ушел. Такое чувство, что, а я ничего не понял, но его это вообще не волнует. Все, что было у него внутри, он высказал. А если бы он приходит ко мне, так, так, это папа, так, сейчас у меня будет просьба о еде. Просьба о еде, это просьба номер четыре, между просьбой номер три на горшок и просьбой номер пять гулять. Во время просьбы о еде, и вот начинается, что можно, что нельзя, какие слова, как начинать. Говорит, дорогой мой папа. Нет, он просто приходит и все, кассу, кассу, все, все. Будьте как дети. В нас заложена Господом вот эта вечность, вот эта бездна. Бог призывает нас, что мы просто приходили к Нему и вот развивали, развивали эту духовную жизнь, духовную жизнь. А поскольку мы говорили, вечность связана неразрывно с Богом, а Бог связан неразрывно с любовью, то вот эта вечность, одной из важнейших характеристик вечности, вечность – это постоянная, безграничная отдача жертвенности. Поэтому мы видим в Библии, как много мест Писания, «Пускай хлеб твой по водам, давайте и дастся вам». Наш разум говорит, нет, если я отдам, то наоборот, я чего-то лишусь. Если я пущу хлеб свой по водам, то он от меня уплывет, чтобы у меня что-то было, говорит нам разум, нужно брать, брать, брать. Чтобы у меня что-то было, нужно к себе, к себе, к себе. И вот мы приходим вот с таким разумным подходом брать, к себе, приходим в церковь, и мы нашу веру облекаем в такие одежды эгоизма. То есть для нас вера, а значит и Господь, это кто-то, кто помогает нам достигать, обогащаться. Мне иногда кажется, вот я, вы знаете, есть спрос, есть предложение. Вот если есть спрос, то есть предложение. Я слушаю очень многие, в том числе проповеди, и вот такое чувство, как быть лучше, как быть успешнее, как больше достигать. Я ничего не говорю, что в этом что-то есть плохое. Да нет в этом ничего плохого. Просто это как бы сказать, это не главное, что ли. Да, мы на земле, да, мы живем, да, мы питаемся, да, мы связаны с материальным, но это не главное. Поэтому смотрите, апостол Павел пишет Колосиным 3 глава 1 стих. Колосиным 3 глава 1 стих. Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего. Мы говорили, Христос говорил, что Царство Божие в нас, и мы должны искать этого Царства прежде всего. Иисус не отвергал все остальное, но Он говорил прежде всего. Вот этот поиск, этого вечного, этого безграничного, что больше не только физического, но и душевного, умственного. Ищите. Апостол Павел говорит об этом «ищите горнего». Здесь дословно в греческом «ищите вышнего», то есть того, что наверху, а не того, что внизу. «Ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога. О горнем помышляйте, а не о земном». Кажется, как? И Павел, чтобы окончательно донести до нас свою мысль, чтобы не возникло разного понимания, третий стих говорит «Ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге». Земное – это такие практические вещи. Практические вещи. Сегодня большой спрос именно на практические проповеди. Практические. Либо это внешняя практичность, как там больше достичь, достичь там большего заработка, вот как вот тут вот. Либо внутренняя практичность, как лишить свои внутренние проблемы, избавиться от страха, внутренне так стать, достоинство восстановить свое. И я ничего не говорю, что это что-то плохое. Да, это нормальные вещи. Просто христианство показывает, что это вещи не главные. Вообще не главные. А у нас порой это становится единственными, единственными темами проповедей, единственное, что нас интересует, единственное, о чем мы молимся. Апостол же Павел говорит, главное – это неземное. Главное – это как раз вот это горнее. горнее. Этого мы должны искать. К этому мы прежде всего должны стремиться. Вечность заложена в нас, внутри нас. и только эта вечность, которая внутри нас может пережить единение с Господом, с Богом, наполнится реальностью Его присутствия, Его милости и благодати. Только это. В самом конце я хочу еще прочитать из книги Псалмов 89-й Псалом. Псалом Моисея. И вот смотрите, здесь третий стих. «Прежде, нежели родились горы, и ты образовал землю и вселенную, от века и до века ты Бог. Ты возвращаешь человека в тление и говоришь, возвратитесь, сыны человеческие. Ибо предачами твоими тысяча лет, как один, как день вчерашний, когда он прошел, и как стража в ночи». Смотрите, Моисей рассуждает о временном или то, что Павел называет земное. То, что проходит, то, что обращается в тление. Это пришло и это возвращается. В этом и есть кризис, так называемый, кризис среднего возраста, когда вот все растет, 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 выходит, 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 расширяется, 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 вдруг наступает момент, и ты начинаешь чувствовать, начинает постепенно все возвращаться. И люди начинают теряться. А как? Я рос, я расширялся, о, все. Внутренний, внешний момент, когда там вдруг чувствуешь уже тело не такое несколько, и ты обратно пошел. Сын человеческий. Шестой стих. Ты как наводнением уносишь их. Они как сон, как трава, которая утром вырастает, утром цветет и зеленеет, вечером подсекается и засыхает. Думаешь, ой, почему мы так мало живем? Многие любят очень читать статьи медицинские, насколько там увеличили жизнь. А некоторые говорят, о, уже, может быть, скоро изобретена будет таблетка, какое-то лекарство, какие-то порошки, что мы по 200 лет сможем жить. Думаешь, ой, успеть бы. Тут вчера, такой теплый день был, да, у нас вчера? Я такие, смотрю, мы окошки открыли, там поналетели комары, и комар такой летает, летает, я вот только хочу убить, потом думаю, так он всего день один живет, я его и то. И ему, я думаю, это целая жизнь. Жизнь. Нам сто лет мало, он один день радуется. Для вечности мы тоже, как комришка, сто лет свое и жужжим, 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 да? Как трава, вот трава растет, знаешь, она до осени будет и веселая. Не скорби, думаешь, ой, уже август, конец мой близок. И что? Вечером подсекается, засыхает, ибо мы исчезаем от гнева твоего, и от ярости твоей мы в смятении. Бог создал все, так что у него есть начало, есть конец. расширение, сжатие, выход, возвращение. Это как вдох, выдох, вдохну, пора назад. Вроде недавно родился, смотришь, уже назад иду. Восьмой стих. Ты положил беззаконие наше пред тобой, тайное наше пред цветом лица твоего. Все дни наши прошли во гневе твоем, мы теряем лета наши как звук. Год прошел, год прошел, как звук. И снова твоя любимая песня «Каравай, каравай». Дней лет наших 70 лет, а при большей крепости 80 лет. И самая лучшая пора их труд и болезни, ибо проходят быстро, и мы летим. И смотрите, здесь псалмопевец показывает мимолетность нашей жизни, мимолетность этого времени. Да? Одиннадцатый стих. «Кто знает силу гнева твоего, ярость твою по мере страха твоего? Научи нас так счислять дни наши, чтобы нам приобреть сердце мудрое». И вот посмотрите, когда часто вот люди вырывают этот 12 стих из контекста «Научи нас счислять дни наши, чтобы нам приобреть сердце мудрое». Мы думаем, да, надо все так по-мудрому продумывать, но ведь псалмопевец это говорит о другом, не то, что ой, там, не ленись, побольше трудись, побольше стремись, вырабатывай себе такие качества всякие. Он не об этом вообще говорит, он говорит, посмотрите, наша жизнь как пар, как звук, мы летим, а Бог от века и до века. И здесь приходит такой парадокс, мудрое отношение ко времени, это когда ты осознаешь вечность и соединяешься с этой вечностью. И поэтому, смотрите, 13 стих «Обратись, Господи, доколе, умилосердись над рабами Твоими, рано насыти нас милостью Твоею, и мы будем радоваться и веселиться во все дни наши». У нас что-то получается, у нас что-то не получается, что-то мы достигаем, а чего-то мы не можем достичь. И сколько людей, которые всю жизнь мучают себя земным, «Ой, у меня не все получилось, не все, что я мечтал, состоялось, а вот там так не вышло, а тут я думал одно, а получилось другое, и мы так себя терзаем, 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 нам кажется, вот надо было как-то получше прожить, поэффективнее прожить, продуктивнее прожить. Поэтому смотришь часто на людей, вроде бы в жизни все хорошо, а человек несчастный. И вот Моисей, он словно говорит нам, дорогие, чтобы приобрести сердце мудрое, смотрите на земную жизнь, глазами вечности, ну все это как звук, ну посмотри на траву, утром есть, вечером нет, точно так же наша жизнь, ну сколько там, 70, при большей крепости 80 лет, и мы летим, все проходит, все это исчезает, и настоящая мудрость, когда ты, точнее, та вечность, которую Господь заложил внутрь тебя, соединяется с вечностью Божьей, бездна соединяется с бездной, и ты ощущаешь присутствие того, кто не исчезнет, не через 70, не через 80 лет, потому что Он не просто долго-долго-долго, а вообще вне времени, не связан со временем, и вот это вне, Он заложил внутрь нас, и когда все это пропадет, через определенное количество лет, вот то, что Бог заложил в нас, оно будет вечно, и когда мы с этой позиции смотрим теперь на земное бренное, вот с этого, то, что Павел называет горним, мы смотрим на временное, то мы можем всегда радоваться, как написано в конце этого псалма, быть веселыми и радостными, потому что Бог в нас, упование, слава, Он наполняет нас, Он наполняет нас своим присутствием, Он наполняет нас своей жизнью, Он наполняет нас своей любовью, мы понимаем, что самое главное, что можем мы совершить, для чего мы на этой земле, это проявить вот через нашу вот эту коротенькую земную жизнь, проявить Его, Его любовь, которая проявляет себя в отдаче, в благословении, жить не для себя, а для других, а я сам, как Павел пишет, ищите горнего, ибо мы умерли со Христом, твой эгоизм, твое, это я, которое все только для себя, для себе, и которое, вот именно оно и боится больше всего умереть, а что бывает ночь, думаешь, ой, как все закончится, и я, куда оно денется, это я умирает со Христом, и ты находишь в себе другое, вот эту вечность, в которой нет страха, потому что она не исчезнет никогда, у нее нет дна, она находится вне времени, и она соединяется с Создателем, она соединяется с Творцом, и Бог призывает нас искать этого прежде всего, искать этого больше всего, тогда ты сможешь ответить на вопрос Павла, как же так, мудро-то прожить, никак не разумно, как мудро, дорожить временем, мудрое отношение ко временем, это когда ты в своей жизни соединяешься с вечностью, и тогда каждый день будет наполнен Богом, Его присутствием, и Его удивительной любовью, ты сможешь, находясь вот в этом времени, ощущать что-то большее, вечное, для этого Господь и заложил вечность внутрь тебя. Игорь Негода,